Привет, дорогие друзья! Наступило сегодня, а это значит время изучать Библию. И мы сегодня будем много изучать и углубленно изучать священные писания. Но, как обычно, оттолкнемся от житейской церковной ситуации. Рассмотрим ситуацию в церкви через призму священных писаний. И не так давно я выпускал ролики, несколько роликов про такого деятеля, религиозного пастора. Церкви, Московская, одна из церквей, которая входит в ассоциацию церквей христиан в вероевангельской, глобальная стратегия. Это Андрей Некрасовский, настоящая фамилия Ячишин. Так вот, этот Андрей Некрасовский, он занимался инфоцыганством. И есть такой термин, принятый в народе, называть людей, таких коучей, которые продают воздух, которые сами никто и никак. Но просто облапошивают людей, выдавая себя за каких-то таких великих гуру, великих бизнесменов, знающих все и вся. И продающих людям уроки для успеха, успешного успеха за большие деньги. Так вот, это инфоцыганство, и здесь никакая не атака на цыган, прекрасная национальная цыгань, ну принято так стало называть, в общем, в негативном смысле, да, вот этих людей инфоцыганами. Так вот, инфоцыганство проникло в церковь, и Андрей Некрасовский был ярчайшим, одним из, но ярчайшим представительством церковного облапошивания. Он просто завербовал людей за большие деньги для обучения, на какие-то курсы, и просто кинул людей на деньги. Вот, об этом вы в роликах можете посмотреть, ссылка на ролики про Некрасовского будет внизу. И НТВ снимал ролик про Некрасовского также. Так вот, сегодня мы не о нем, в принципе, поговорим. Андрей Некрасовский являлся пастором, или, как заявляет его динаминация, ну, исполняющим обязанности пастора в такой структуре, вообще в церквушке, которая входит в структуру. Эта церквушка называлась Московская современная христианская церковь, церковь, которую открыл Андрей Некрасовский, будучи посланным. Его послал на это служение, дал ему полномочия и власть, некий пастор Дмитрий Николаев из Ореховозуева, это церковь Ореховозуевский христианский центр. И вот эта вот церковь, и все церковь Некрасовского, и церковь Николаева входят в ассоциацию христиан веры евангельской, глобальная стратегия. Президентом этой ассоциации является некий Дмитрий Благоев, вот, епископ Дмитрий Благоев, который является руководителем всех этих людей, и в частности, самым главным там руководителем самого этого, ну, Некрасовского, Андрея Некрасовского. Неоднократно и много раз на различных площадках, в прессе, там, в интервью, в ютюбе, в других соцсетях, в эфирах, Андрей Некрасовский называл себя пастором. Его называли пастором. На странице церкви в инстаграме, это Московская современная христианская церковь, там тоже написано, что он пастор, и в эту церковь также приезжал Дмитрий Благоев, епископ Дмитрий Благоев, который хорошо знал Некрасовского, и он проезжал там, проповедовал, служил, и сам Андрей Некрасовский заявлял о себе, его так называли, что он является пастором. Кто такой Андрей Некрасовский? Если честно, я сам на этот вопрос до конца ответить не могу. Я знаю, что, когда у меня часто задают вопрос, касаемо моего призвания, какое у тебя призвание? Потому что я служу в церкви пастором, я блогер, я общаюсь со многими влиятельными людьми, внесу какое-то влияние. Ты строишь отношения с девушкой, ее зовут Настя, правильно? Самая горячая тема сейчас, про Дом-2 сейчас, наверное, пойдет. Да, все верно. Хорошо. Можешь рассказать, как ты с ней познакомился? Слушай, про Дом-2 ты мне подсказал, наверное, надо будет поговорить, но в другой раз. Однозначно, однозначно. Очень все просто. Я пастор в церкви в Москве, я служу одному блогеру, его зовут Вова. У него есть свое сообщество. О пасторстве Андрея Некрасовского-Ячишина я говорил в предыдущих роликах, можете посмотреть. Но, де-факто, конечно же, он был пастором, хотя после того, как Некрасовский облапошил многих людей на деньги, кинул их на деньги мошенничным образом, динаминация сразу же сказала, а он не пастор, в принципе, он исполнял обязанности пастора. Он там не был рукоположен, де-факто Некрасовский был пастором, де-факто он проповедовал, учил людей, де-факто его называли пастором. И никто не противостоял в его саморекламе, когда он сам назывался пастор, я пастор и так далее. Никто из религиозных лидеров, из Благоевых, из Благоевых в частности, Дмитрий Благоев. Вот. И де-факто он исполнял обязанности и полномочия и власть быть пастором, ему дала как раз таки ассоциация глобальная стратегия. И Дмитрий Благоев, епископ, приезжал туда к пастору Андрею Некрасовскому в церковь. И мы видим, что, на самом деле, повторюсь, что полномочия и власть быть представителем, быть пастором, представителем структуры, дана была как раз таки религиозными лидерами глобальной стратегии. В частности, в частности, Дмитрием Благоевым. И сегодня моя тема будет как раз таки о Дмитрии Благоево, о его роли вот в этой мошеннической схеме, в этом деле, когда Андрей Некрасов кинул людей на деньги, вводя их в кредиты по 39% годовых. Девочки там брали кредиты, люди были обмануты жестоким образом и кинуты просто Некрасовским. О роли Дмитрия Благоева поговорим, так что, друзья, излилось из сердца моего слова Благоеве. Вот язык мой трость скоропится, о Благоеве сегодня поговорим. Так вот, как сегодня живет Андрей Некрасовский? Андрей Некрасовский в Новороссийске, Андрей Некрасовский не отдал деньги, а львиную часть, наигроматничную часть практически вообще он ничего не отдал. Деньги Андрей не отдал. Андрей обещался, Андрей год и более обещался отдать деньги. Деньги он отдавать не с чего, да и не собирается, в принципе, хотя всегда врет и обманут. Я отдам, как обычно эти кидалы это и делают. Так вот, сейчас Андрей Некрасовский в Новороссийске. И чем вы думаете он занимается? Андрей Некрасовский начинает ту же самую деятельность. Подготавливает базу и уже начинает опять подготовить такие плацдармы для занятий. И начал заняться опять же инфо-цыганцем и таким коучингом. Вот, Андрей вообще изначально научился своему этому инфо-цыганцу, вот этому, продавать воздух, эту туфту, учить бизнесменам, когда и сам ни одной чебуречной не открыл, никаким бизнесом не занимался, в принципе, по большому счету. Андрей научился у другого такого человека, вот, у своего учителя, некий там выпускник, не выпускник, Оксфорда. Вот, это он. Этот человек, которого вы видите, он вообще, на самом деле, он учит бизнесменов, берет деньги, чтобы научить людей заниматься бизнесом и прочим. И сам он, его бизнес был, вот, его нереальный бизнес был, он покупал клюшки, там несколько клюшек и продавал их подороже. Это не партия клюшек, это не автомобили, не вагон клюшек, это просто несколько клюшек, он перепродавал их первое. Второе, он открыл там фирму по уборке, клиринговую какую-то компанию с доходом в 15 тысяч рублей в месяц для него лично. Все. После этого он, этот человек подумал и сказал, что, слушай, а зачем я это делаю? И открыл просто вот такую школу для бизнесменов и стал срезать деньги с людей. Просто стал заниматься инфоциганством. Андрюша работал у него долгое время и потом понял, что это прибыльно и хорошо. Он ушел от этого Никиты и открыл свой продюсерский церк, где он учил людей становиться бизнесменами. Вот таким образом. И сейчас Андрей, не сделав выводов, опять начинает все то же самое. Опять же, как говорят пострадавшие, с которыми я общаюсь, то же самое было. Он начинает набирать людей, говорит, давайте бесплатно помогу вам, дам советы, как раскачать у вас бизнес, как продвинуть вас, как упаковать ваш продукт, как его продать, как его в соцсетях прорекламируют ваш продукт. И мы помогу вам дойти до результата. Это он делал бесплатно с ребятами. Потом, обовлекши бесплатно, как бы на бесплатные уроки ребят, он уже брал по 200 тысяч за свои услуги. Вот такой вот Андрей Некрасовский. И сейчас Андрей Некрасовский занимается этим же самым. Ну, посмотрите короткую подборочку и того, чего он сам постирует у себя в инстаграме в сториз. Друзья, всем привет! На связи снова Андрей Некрасовский. Было принято решение возвращаться в инстаграм. Все то, что я умудрился потерять. Я не возвращаюсь в Москву. В этом городе я практически никого не знаю. Если... Смотрите, какие у нас прекрасные люди. Основатель салона красоты в Новороссийске. Основатель тоже какого-то косметологического салона. Какого-то... Директор арт-пространства в городе Новороссийске. Самый великий трейдер. Просто что у нас... Потом сказала, что все теперь. Прежде чем бежать работать, я хотела бы вам напомнить, потому что вчера у нас состоялась встреча с двумя Андреями, которые очень крутые наставники в вашем бизнесе. И которые могут вам помочь. Тем более, что сейчас Андрей рассказывает в своем телеграме бесплатно. Бесплатно, ребят. Очень крутые и полезные идеи. Поэтому переходите по ссылке, и он обязательно вам поможет. Потому что он нереальный маркетолог. Он так круто продает, что если бы вчера вы были бы здесь, вы бы просто купили бы все, что он бы вам предложил. Я был невероятный человек. Просто я невероятно благодарна в судьбе за то, что она связала меня с такими прекрасными людьми. Поэтому воспользуйтесь этим шансом. И так Андрей Некрасовский разворачивает на широкую ногу опять свою машину христианского инфо-цыганства. Простите уж, я знаю очень много хороших цыган. Если я ни в коем случае не выпаду в адрес национальности. Это выпад, ну так называют, это мошенничество сегодня. Это выпад в адрес мошенничества. Реальных мошеннических, перимедально мошенничественных действий Андрея Некрасовского. И сегодня Андрей не только не собирается отдавать деньги. И сегодня ряд людей уже подали заявление в полицию перед Новым годом. По факту мошенничественных действий Андрея Некрасовского. И Андрей не только не хочет отдавать деньги, не собирается. Он сегодня еще живет вообще. Он сегодня снимает ролики, фото на свой дорогущий айфон. А нормальный бы человек продал бы айфон, хотя бы отдал за 50 тысяч. Продал бы его бэушный, отдал бы хотя бы 50 тысяч. Более того, Андрей сегодня не только не отдавая деньги людям, которые в кредитах. Он еще ездит по магазинам и снимает, как он модно прикидывается. Модный там лук, модно приодевается вот таким образом. И более того, не то, что модно одевается. Оказывается, он, который по уши в долгах сегодня, этот человек еще ездит сегодня по маникюрным салонам. Вот. По маникюрным салонам, чтобы сделать себе маникюр. Давайте посмотрим про эту одежду, немножко подборочка про одежду и про вот маникюр. Вот. Что там он говорит в своим сториз. Короче, мы сегодня приехали с нашим стилистом невероятно крутым на нашу, короче, трансформационную перезагрузку. Сейчас нас будут одевать, чтобы мы были стильными и крутыми. Так что буду вам тоже все показывать. Мои имена и камеру. Они называют меня Боб. Спасишь, как мне это вдоволь. Просто я не забываю, где я Роб. Мои имена и камеру. Я забыл от боли, что такое простота. Я не погибал, спасала твоя красота. Рисовал эскизы, помнишь, ты мой почерк. Пока я гадал, ты заменяла ночью. И... Чуть-чуть и прямо в райце, и жизнь удалась. What a beautiful life. Все завидуют, пускай. И нынешить станет в кайф. What a beautiful life. Чуть-чуть и прямо в райце. Ну вот размышлял, размышлял, советовался с подписчиками. Ехать, не ехать на мужской маникюр. И поехал. Я влюбилась, мама, в инфо-цыгана. Рассказал он прямо, как жить нужно, мама. Мы летим на Бали, а не в Антаю. Я знаю точно, он гений, мама. Он лучший друг Стив Джонса и Куклачева. Подарил мне... Ну с Андреем Некрасовским все понятно. Лукавый волк. Просто волк, который кинул людей на деньги. Просто волк в овечьей шкуре. Просто растерзавший людей, кинувший их. И не раскаивающийся. И продолжающий делать то же самое. Мы не про него сегодня говорим. Самый интересный момент, что это все Андреев, все эти вещи делает под оком, публично, под взглядом его религиозного руководства. И ассоциация глобальная стратегия президентом, который является епископ Дмитрий Благоев. Это религиозная структура. Это все видит. И Дмитрий Благоев, который является епископом этой структуры. Он это все видит. И мы не видим вообще реакцию человека. То есть мы не видим, что человек каким-то образом реагирует. Что человек каким-то образом пресекает это инфо-цыганство. Что человек каким-то образом противостоит греху своей епархии, будучи епископом в этой структуре. Вообще Писание говорит, что есть такое слово епископ. И епископ это слово епископ постгреческое означает надзиратель. Это все нужно надзирать и смотреть. Смотреть, когда что-то может быть неправильное. То есть внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть мы видим епископа Благоева, который живет за счет прихожан, за счет денег прихожан. Который кушает. Который спит под одеялом теплым и одевает хорошие тапочки дома. Благодаря тому, что люди жертвуют деньги, отстегивают у него денежки. И он выполняет функцию епископа, надзирателя в этой структуре. Который должен смотреть, который должен видеть приходящего волка. И с волком разобраться просто. Мы видим волк. В среде откормленный жирный волк. Андрюшка Некрасовский. Который просто жрет овец. Пожирает судьбы жизни людей. Их денежные благословения. Благословение, Андрюшка, кидает людей. И верующих, и неверующих, пользуясь полномочиями пастора. Люди отдали ему деньги, потому что он пастор глобальной стратегии. Он же пастор. А пастор, раз его поставили, значит он пастор. Он честный человек. И люди, многие потерпевшие дали деньги, потому что он пастор. Они знали, что пастора не может кинуть. Но пастором сделала его глобальная стратегия. В честь Дмитрий Благой. Под его крылом, под его патронажем Андрей Некрасовский совершил мошеннические, инфо-цыганские действия. И продолжает быть нераскаянным. И продолжает людям деньги не отдавать. И публично перед носом у Дмитрия Благоева он продолжает делать маникюр, одевать модный лук какой-то. Пользоваться телефоном, а своим айфоном, который нужно было бы продать. И как бы кушать, спать и отдыхать. И все нормально у него. Вот строит новый, так называемый, инфо-цыганский бизнес. И мы видим, что человек Дмитрий Благоев, который получает денежку и живет сладко благодаря тому, что народ его обеспечивает. Мы видим, что человек Благоев вообще бездействует. Более того, и Благоев, и Дмитрий Николаев, эта фигура поменьше, они покрывают Андрюшку. Говорят, что Андрюшечка, вот у него все нормально. Он там покаялся, раскаялся и все хорошо. И это, конечно, возмущает потерпевших, потому что они видят, что человек, ну просто, когда человек делает себе маникюр вообще, а не в кредитах по 39% годовых, ну это, извините, это возмущает, это справедливо возмущает. Так вот, так получилось недавно, буквально вчера, что Дмитрий Благоев, этот епископ, написал мне. Причем случайно получилось, потому что я в одной из групп его структуры, групп ВКонтакте, глобальная стратегия, я там написал определенный комментарий и сделал рассылку определенных комментариев про одного такого нечистивца. Как раз таки тоже есть глобальная стратегия, которая себя непорядочно вел вообще. Просто непорядочно ругался и лгал, и вел себя неподобающим христианином образом. У меня на канале, я сделал там такую публикацию, и на что мне Дмитрий Благоев написал в личку. Я зачитаю вот эти вот наши общения с ним. И он пишет мне, этот епископ Дмитрий Благоев, пишет мне в личку. Уважаемый Алексей, просим вас не оставлять под постами на нашей странице комментарии, которые с самим постом никакое отношение не имеют. Если вы хотите обратиться к нам по общим вопросам, напишите сообщение, пожалуйста. С уважением. Дмитрий Благоев, я подчеркиваю вот эту риторику, с уважением нужно вот как бы это слово прибавить обязательно. Я ему пишу, деньги, когда отдадите тем, у кого их мошеннически отнял. Ваш ставленник, пастор АХВЕГС, Ассоциация христиан веры и в английской глобальной стратегии. Он говорит, а кого вы именно имеете ввиду? Понимаете, как бы человек, а кого вы именно имеете ввиду? Как будто, как будто, он говорит, я даже не знаю кто, какие деньги. То там так много пасторов, кто мошенники, что он говорит, а кого? Вот Некросовский, вон тот, вон тот. Кого именно? Их так много, я так могу это понимать. Потому что с Некросовским это было вопиюще. Потому что когда с Некросовским было, там включились НТВ, там включились другие, пятый канал Питер, Россия. После того, как вышел ролик НТВ про Некросовского, включилась телеканал Россия с Малаху, мы хотели снять передачу. Звонили нам, звонили мне, потерпевшим звонили. Звонили туда им, Некросовскому самому и хотели снять передачу. Некросовский уже лыжи смазал ехать на передачу к Малаху, доказывать, что он не мошенник, он Андрюшка Некросовский, человек божий. И глобальная стратегия, им звонили туда, и у них было совещание, они отказались, никаких в телевидениях мы участвовать не будем. И Дмитрий Балгоев собрал большое, когда был такой переполох, заявление в полицию, вот уже готовится подавать. И Дмитрий Балгоев собрал совещание про Некросовский, что делать с Некросовским, как быть, потому что телевидение нам не нужно, Малахов не нужен, ажиотаж идет, как нам это все. И думаю, а кого вы имеете ввиду? Кого вы имеете ввиду? Как будто он немножечко этого не знает. Кстати, глобальная стратегия это та структура, где очень жестко учатся послушанию лидерства. В прошлой ролике я это говорил, там учат человека, вот у тебя есть лидер, Бог его поставил, следует за лидером. И вот эта система, эта система послушания человеку, где каждый должен быть подотчетен какому-то пастору. Вот, то есть, и мы видим такую ситуацию, что посылают пастор, назначают пастора, вот, который должен быть подотчетен, то есть сам Некросовский подотчетен Дмитрию Николаю Балгоеву. И мы видим, что Балгоев приезжает в церковь туда, к Некросовскому. Вот, и Балгоев вообще в курсе всех этих моментов был, давайте вот немножко послушаем маленький фрагмент, вот что сам Некросовский говорит про своих пастырей, про своих вот лидеров, вот, о подотчетности, и мы про, 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 про Дмитрия Балгоева. Да, как бы, ну, и откинулся к ситуацию, оказалось скучно невыполненных обязательств, вот, и при этом, как бы, при всем, как бы, ну, у меня случился срыв, я не знаю, знаешь ты или не знаешь, но, как бы, я просто там последнюю уже, последнюю неделю просто уже начал есть очень сильно антидепрессанты, чтобы мне просто как-то выйти из депрессии, как-то начать делать, потому что у меня, ну, реально не было энергии, просто ничего делать, короче. Ну, просто я просыпался и ничего не мог делать, потому что просто не было силы, и башка реально взрывалась. Ну, как бы, я с этим ко всем приехал к пастору, то есть, как бы, пастор на протяжении всего времени, ну, как бы, знал про всю эту ситуацию, то есть, как бы, это не было, опять же, каким-то там мошенническим действием, то есть, ну, как бы, мы с тобой из одной ассоциации, ты прекрасно знаешь моего пастора, наших пасторов, то есть, ну, как бы, ладно, там неверующие люди говорят, которые там, да, вы там мошенники, как бы, они не понимают нашу структуру, они не знают наших епископов и так далее, но, типа, ну, ты из моей ассоциации, бро, то есть, ты знаешь, то есть, как бы, я сегодня, там, несколько часов с епископом с нашим переговорил с Дмитрием Благоевым, который у вас тоже, я так понимаю, недавно был. Да, да, да. Как бы, ну, то есть, как бы, все, все за ситуацию в курсе, как бы, и, и были в курсе, как бы, и, ну, то есть, и все сейчас, как бы, на то, чтобы помогать мне в этом во всем разбираться, в этом все решать, и это все решать. Мы видим, Андрей Некросовский несколько часов разговаривал, именно там, в тот день, с епископом Дмитрием Благоевым, и тут Дмитрий Благоев, кого вы имеете в виду, мне пишут, я говорю, вот, когда деньги дадите тем, кто пострадал от мошенничественных действий пастора, пастора АХВГ ЕГС Некросовского, а кого вы имеете в виду, я даже не знаю, про кого вы говорите. Давай я читаю дальше, дальше читаю нашу переписку, я пишу, или вы не собираетесь нести ответственность за Андрея Некросовского и Чишина, который, находясь под вашим покровительством, имея власть от вас, занимался инфоцыганством, выжимая деньги у людей. Ваш пастор, который имел власть от вас, скинул людей на деньги. Итак, где деньги, Дмитрий Благоев, когда вы их отдадите? Он говорит, прошу прощения, но можно имя, то есть, а кто имя, это кто такое? Вот имя, имя, сударыня, имя, имя, сестра, имя какое-то в три мошкетера. Я говорю, вы что я написал вам имя, вы не видите, Андрей Некросовский, Ещишин. Он говорит, простите, не увидел. Дальше отвечает, несколько, насколько мне известно, Андрей договорился с большинством людей, у которых к нему есть претензии о том, каким образом они будут решать возникшие противоречия по финансовым вопросам. Я знаю 20, около 20, я с ними общаюсь, с костяком потерпевших, и ничего там с ними Андрей не договорился вообще. Они, то есть, ничего он не договорился, и большим службам я не буду отдавать, мне нечем, я вам оказал какую-то услугу, вот, ну, что-то я вам сделал. Вот, и Андрей договорился с большинством людей, что они будут решать возникшие противоречия по финансовым вопросам. Противоречия, там есть противоречия. Представляете, человек, что говорит? То есть, человек реально инфо-цыган, в общем, мошенник, кинул людей на деньги, там есть противоречия, непонимание, просто непротиворечия. И будет решать противоречия по финансовым вопросам. Более подробная информация, к сожалению, мне было, к сожалению, понимаете, вот есть лицемерие, есть лицемерная церковная дипломатия, к сожалению, с уважением. Представляете, этот человек просто кидает, вот этот благоев, плюет на людей, там, то есть, понимаете, это человек, которому плевать на души, которых кинул Микрософт, которому своя шкура и шкура своей религиозной структуры более дорога, потому что это его структура, работающая на него. И он всегда вот с уважением, он будет тебе кадык вырывать, но с уважением, он будет тебе нож в спину втыкать, но просто с любовью во Христе, Господи нашему Иисусе Христе. С любовью. Все это будет у вас с любовью. И нож втыкать в этот благое будет с любовью, с нежностью. Будьте протолюбивы с нежностью, и он будет бить тебя бейсбольной битой по ногам, ломая тебя, но с нежностью, потому что это Дмитрий Благо, он же епископ. Они вот, есть церковная дипломатия, это просто клоак лицемерие, вот это церковная религиозная дипломатия, которая подвержена религиозной знать, вот это вот политиканство такое. Более подробная информация, мы, к сожалению, не обладаем, я всего лишь по нескольку часов с Андреем каждый день разговаривал, ничего не знаю, ничего не слышал. Я всего лишь епископ, я всего лишь надзиратель, я что, я всего лишь епископ. То, что, да, они там в глобальной стратегии учат, что ты должен подотчет им, послушен пастору. И сам Андрюшка орал, я послушен пастырям своим, вот епископ у меня Дмитрий Благоев, Димка Николаев мой пастор, я им послушен. И Андрюшка требовал послушания себе от своих там адептов. Они о послушании говорят, но, и цитируют послание к евреям, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся о душах ваших. Они говорят, повинуйтесь. То есть, влагая другой смысл эти слова, когда в греческом тексте «пейтомай» означает просто «позвольте себя убедить здравыми аргументами, правильными доводами», а не означает слепое, тупое послушание. Означает подчинение доводам и аргументам, аргументам Священного Писания. Но они учат о послушании, повиновении. И там написано дальше. Повинуйтесь, потому что они не усыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Как обязаны дать отчет. И когда приходишь к благою, он слушает, благою, дайте отчет. Вы поставили этого человека пастором, вы доверились ему, вы доверили ему, люди ему доверились, он кинул людей. Слушайте, но он же, люди послушали, потому что он пастор, и пастор глобальной стратегии. Это вы его поставили исполнять эту функцию? Вы дадите отчет какой-то? Нет, я же епископ. В смысле? Ну ты же епископ, благою, должен надзирать, смотреть. И ты здесь проворонил. Ты есть не надзираешь? Не надзираешь. Более того, это произошло, этот человек продолжает вести себя цинично, цинично. Едет делать маникюр, цинично плевал на всех. И ты продолжаешь его не вразумлять, не наставлять. Ты же епископ должен смотреть. Ну да, я епископ, я надзиратель. Я просто получаю деньги и ем просто. У меня рост есть. Туда я закладываю пищу, на которую приобретают за деньги добрых граждан. Все. Все, ребят. И мне должны быть послушными. Я набиваю чрево. У меня женка, она тоже там как бы не работает. Детишки тоже кушают за весь счет. У нас с квартиркой все мы на обеспечение народа. И мы просто епископ. Я просто надзираю, я не отвечаю, мне должны быть послушные. Но я не обязан ничего. Вот это простая тактика, простой взгляд этого епископа. Да и многих подобных тому. Более подробной информации, к сожалению, мы не обладаем, так как коммерческие отношения между членами и служителями наших церквей и иными гражданами не находятся в сфере нашей компетенции. Коммерчество, это финансовая вещь, не находится. Вопрос тогда благое. Слушай, подожди, слушай. Человек кидает от другого на деньги. Библия говорит, чтобы никто из вас не поступил с братом своим коростолюбиво и противозаконно. Наблюдайте за собой, наблюдайте друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божией. Обречайте, вразумляйте, укоряйте, обречайте. У меня много этих вещей. И епископ этим тоже должен заниматься. Нет, они в юрисдикции. А то, что вы стяжаете деньги, каждое богослужение ваше. То, что благое встяжает деньги, коммерция. То, что ваша организация, АХВС, глобальная стратегия, это коммерческая структура, которая выжимает денежка с людей. Нет, это нас не касается. Слушай, а десятина вас касается, а деньги стяжать вас касается, это же коммерция. Нет, коммерческие отношения между членами-служителями наших церквей и иными гражданами не находятся в сфере нашей компетенции. А десятинку ты делишь, благое, разделяешь и в карман себе засовываешь пачечку денежков. И тунеядствуешь, не работаешь. Это не коммерция, это не финансовая вещь. А когда кого-то кинули на деньги, это я не при делах. А вот дели десятину я буду. А вот кушать за десятину и отдыхать я буду вообще. Стяжать я буду. А когда кого-то кидают, с кого-то на деньги бросают, не, я не буду. Считать денежки церкви я буду. А вот ваши денежки, это вас кинули, это не мои проблемы. Коммерческие отношения между членами-служителями наших церквей. Так он один из служителей церквей, и люди отдают десятину, а не десятую часть. И ложную, еретичную десятину, которая первая церковь не собирала десятин вообще. Павел не собирал, десятин не собиралась. Там были добровольные пожертвования в церкви. А тут десятину ввели, и люди, простые люди отдают служителям десятину. И говорят, меня не касается отношения финансовые между членами и служителями. Вот когда кинул кого-то, кто другого украл, мне не касается, я не предел. Зачем ты тут и нужен? А как вот десятину член служителю отдает, тогда его касается. Понимаете, на сколько шкурный интерес у этих людей, эгоистично шкурный просто интерес. Давайте послушаем, что Дмитрий Горубой вообще про десятину-то говорит. Если бы я ее не отдавал, был бы, наверное, огромным лицемером. Потому что, будучи священнослужителем, всегда учу других поступать так. Конечно же, я отдаю десятину. Это то, что мне не принадлежит. Это то, что принадлежит Богу. Если я это оставляю себе, ну, я беру то, что Божие. На мою жизнь призываю проклятие и закрываю двери для Божьей работы в моей жизни в сфере финансового благословления. Поэтому для меня всегда это было свято. Знаете, многие вещи, когда я только уверовал, для меня были закрыты. Некоторые вещи я понял. Прошли годы моего христианского хождения. Когда определенные вещи, которые сегодня кажутся простыми, базовыми, я только тогда их ухватил. Но одно из вещей, которое ухватил сразу, как-то Бог провел ко мне милость. Показал и открыл мне это. Показал мне принцип десятины. И практически с первых дней моего хождения во Христе это стало частицей моей жизни. И по сей день продолжает быть частицей моей жизни. Это то, в чем я живу, в чем наша семья пребывает. Да, я отдаю десятину и делаю это с радостью. И стараюсь делать гораздо больше, чем десятину. Это же Ветхий Завет. Я думаю, что мы можем жить гораздо лучше, чем жили в Ветхом Завете. И делать гораздо больше, чем делали люди Ветхого Завета. Итак, Дмитрий Благоев отдает десятину и самое главное, он стяжает десятину. Он собирает с людей еретичные десятины. Ни Петр, ни Иисус, ни Павел никогда не простерли свои руки, чтобы взять десятины денежные тем паче с людей. А десятина это в писании продуктовый налог. Этот же стяжает просто и учит людей десятине, запирая деньги, стяжая деньги, деньги с людей. Вот таким образом. И его не касаются финансовые моменты, финансовые какие-то, когда один другого на деньги кинул. Это не мои вещи. Слушай, а зачем? Слушай, а тебе не касается грех, что ли? Когда один грешит. Знаете, ему скажешь, а вот у вас парень вот сестру изнасиловал, это лично, это же нас не касается. Нас не касаются личные взаимоотношения, один другого убил. Нас не касается, вот, ну, это как бы гражданско-правовые взаимоотношения, один другого... Нет, нас ничего не касается благоев, дайте ему просто проповеды по воскресеньям. Просто проповеды и учить наставлять, как бы, людей. И чтобы вы были им послушны, безоговорочно и строго. Но он ни за что отчет давать не будет, и его ничего не касается. Эти денежные вопросы не касаются. В смысле не касаются? Один грешит против другого. Человек кинул, крыстолюбиво, противозаконно поступил против брата, кинул брата, швыранул брата на деньги или сестру, ввел в кредиты, в долги. Этот человек лихоимец, таким нужно обличать, уговорить, потом не сообщаться, если не принимает. То есть принимать церковные какие-то меры, об этом Библия много говорит. Нас не касается. Его благо, его ничего, оказывается, не касается. И дальше Брисава окупляется. Нужно религиозно-лицемерной дипломатии добавить. С Рождеством вас, говорит Дима Благое. Потому что он полон любви. Ему плевать на всех людей, потому что ему шкура дороже. Но он любя просто. Он любит всех. Знаете, меня кинули, меня обокрали, оболгали. Он говорит, да, это меня не касается. С Рождеством тебя. И смело будет, не стыдясь, есть грызть окорочок копченый, купленный за десятину, который дал ему тот человек, который пришел с ним поговорить, просить защиты. Я ему отвечаю, Андрей врет. Он говорит, что я Андрея, насколько мне известно, Андрей договорился. Я отвечаю, Андрей врет. Я лично знаю два десятка человек, которым он не отдал деньги и не договорился. Многие перед Новым годом подали заявление в полицию, проверять, будет возможно, вашу структуру. Вы его покрываете. Возможно, был сговор, и Андрей делился с вами деньгами. Люди давали деньги Андрею, потому что он пастор церкви, пастор АХВЕ, ГС. Ваша ответственность неоспорима. Это ваш человек, ваш ставленный. И вы должны были следить за всем. Он же епископ. Ваш пастор кинул людей на деньги. Итак, Дмитрий Благоев, что будем делать с деньгами, когда вы их отдадите? Ну, скажите, справедливо. Ну, справедливо. Человек поставлен там следить, вообще, сторожить. И не сторожит, истяжает денежки. И ни за что не отвечает. И отвечает, вот, Дмитрий мне, уважаемый Алексей, у вас лично с Андреем были какие-то коммерческие отношения? Коммерческие отношения. Вот. Я говорю, вы не ответили на мои вопросы. Деньги, деньги, что будем делать? Когда вы отдадите, о каких коммерческих отношениях речь? Некрасовский мошенник, инфо-цыган. Меня он не кидал на деньги. Это ваш ставленник, ваш пастор. Вам нести ответственность. Вас называют епископом. Епископ – это надзиратель за стадом. Ваш пастор кинул людей, будучи инфо-цыганом, куда вы смотрели, епископ. И сейчас даже не вникаете в дело. Вас не интересует дело. Вы даже не знаете подробности итогов. Вот. Не наказывайте Некрасовского. Вот. Я говорю, итак, когда будете отдавать деньги от лица АХГС, Дмитрий Благоев, это дело с мошенником пастора Некрасовским, поле вашей ответственности, обязанной дать отчет. Вот. И так написано, что вы наставники, обязаны дать отчет. И так, когда будет отчет за деятельность пастора Некрасовского? Уважаемый Алексей! Если у вас лично не было никаких коммерческих отношений с Андреем, и вы не являетесь официальным представителем людей, у которых они были, то мы не считаем возможным обсуждать лично с вами чужие коммерческие дела. Чужие. К данной ситуации вы не имеете никакого отношения. Я говорю, я являюсь непосредственным представителем этих людей. И я защищаю как раз таки сферу вероучения, сферу того, что грех, то, что этот беззаконник согрешил. У этих людей есть и адвокаты, не один. Юристы, которые помогают и защищают. Но юристы не занимаются сферой грех, не грех, обличения, порок и тому подобное, церковь. А я как раз таки занимаюсь этими вещами. Я говорю, это около 20 человек, или вы хотите это дело обсудить с нашим адвокатом, именно юристом? Я представитель людей с христианской стороны, официальный представитель. Он говорит, смотрите, если кто-то из людей, которые считают себя пострадавшими, обратятся к нам, то их запрос обязательно, если они обратятся, пострадавшие. Вот ты иди отседовав, ты никто. Но если обратятся, он просто не знает, как меня сплавить просто. Вот тогда мы рассмотрим, будь рассмотрен. Вот, вопрос, связаться с нами не представляет проблему. То есть, понимаете, он пообещал, что вопрос будет рассмотрен. И знаете, это что означает? Это когда к нему обратятся, говорят, вот Андрей на деньги кинул. Он говорит, да, на деньги, покажите где. Вот, ого, на деньги кинул. Понятно, вот отдал. И отступайте с Господом. С Рождеством, с уважением, люблю вас, благослови Господь. Вот, ступай, еди, ешь, питайся, грейся с Господом. А вот человек говорит, а как, вы не поможете? А я обещал рассмотреть вопрос. Я и рассмотрел его. Вот так рассмотрел весь вопрос. Ступай, питайся, грейся с Господом. С Господом, сын мой. Десятину не забывай отдать. Десятина. Ибо, проклят будь, десятина. Я кушать хочу, потому что я епископ. Я, ну, десятина, епископ, род, род. Десятина, епископ, род. Все, это вот замкнутый круг, круговорот епископского, как бы, служения в природе. Вот такие, пока. Все. Вопрос рассмотрен. Вот. Я пишу этому благоеву. Я связываюсь с вами от их лица. Выходить, чтобы каждый написал за них, из них поручиться. Я говорю, давайте сейчас свяжусь сразу, быстро. У нас там, мы на связи, все нам пишут, ребята. Поручиться, что я доверяю Алексею эти религиозные вопросы рассматривать. Нет проблем сделать, говорю. И сразу же он пишет. К сожалению, продолжать. К сожалению, ребята. К сожалению. Продолжать нашу дискуссию здесь не считаю неуместным. Всего вам наилучшего. Он бы хотел продолжить, но, к сожалению, не может. Он бы сказал, что он лицемерен. В смысле ты не можешь? Что тебе мешает? Ну, к сожалению, не могу. Ну, он лжец, лицемер. Не хочет. Ну, к сожалению. Напиши, не хочу. Не хочу. Я плевал на все. Я епископ. Я хочу жрать, хочу. И деньги брать. А я ничего отвечать не буду вообще. Никому ни за что и никак вообще. Все мне послушны. Я никому не подотчетен. Вот таким образом. Вот. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Ну, хорошо. Хорошо. Раз попросил потерпевших, давай мы дадим тебе потерпевшего. Пишу брату христианину. Володь, давай. Ну, как бы. Вот такая ситуация. Переслал сообщение. Владимир пишет Дмитрию Благоеву. Дмитрий, добрый день. Я стал объектом мошеннических действий пастора АХВЕ ГС Андрея Некрасовского. Андрей исполнял обязанности пастора в вашей ассоциации. Андрей должен мне 165 тысяч рублей. Я дал ему деньги, подвергшись обман из его стороны, но дал потому, что он пастор. А пастор должен быть примером честности и порядочности. Вы старший в АХВЕ ГС. Я думаю, что ассоциация, вы должны нести ответственность за того, кому вы дали полномочия и власть. Дмитрий, отдайте мне мои деньги, а с Андреем решайте вопрос сами в своей парке. Ну, действительно. Ну, а отдайте деньги. Они говорят сегодня о лидерах. Андрей покаялся, он на пути переосмысления. Они ему доверяют. Так доверяйте. А продайте квартиру. Когда Благоев квартирку свою как бы заложит и деньги раздаст просто. А потом Андрюшка же отдаст. Он же честно, он решит вопрос. Эти финансовые вопросы сам Дима Благоев решит. Как раз таки с Андрюшкой Некрасовским сами. Нет же, Благоев говорит, вы верьте. Эти Николаевы все, Дмитрий и лидеры остальные. Вы верьте, он отдаст, все хорошо будет. А мы помолимся. Мы помолимся. Как десетину брать. Давайте мы за вас помолимся. Я Благоев, я кушать хочу и жить. И жить не тунеязывать и кушать. А люди говорят, а мы тебе помолимся. Не, не надо. Вы дайте десятинку. Как о себе, так молитвы не очень нужны. Вы что-то практично дайте. А тут мы просто помолимся. Мы просто это. Мы там ничего не должны, не хотим. Я думаю, что ассоциации вы должны нести ответственность за того, кому вы дали полномочия власть. Дмитрий, отдайте мне мои деньги. А с Андреем решайте вопрос сами в своей парке. Ведь он ваш подотчетный. Ответьте, пожалуйста, по поводу моих денег. Жду, спасибо. И Дмитрий Благоев пишет. Уважаемый Андрей, спасибо вам. Спасибо вам. Он так рад, спасибо за это прекрасное, что написали мне. Как будто он этого ждет. Сейчас мы увидим, как он ждет. Могу узнать, о чем речь? О чем речь? В смысле? Я даже не знал. Я тут сижу, ем, кушаю, сплю. Я же епископ. Я просто три часа разговаривал с Андреем. Некрасовский нас говорил, когда... Ах, да, ах, да, я забыл. Совсем запамятовал. Просто... Ой, запамятовал. Бывает, бывает. Он говорит, уважаемый Андрей. Этот человек даже... Ну, понимаете, даже не читает сообщения. Ну, спасибо, что написали. Даже не читает их внимательно. Мне там говорил, какое имя? Скажите имя. Имя, милядер, имя, сестра. Вот. А здесь уважаемый Андреев Владимир. Пишет, уважаемый Андрей. Ну, Андрей уважаемый, конечно. Некрасовский, то Андрючка для тебя уважаемый благой. Он говорит, меня зовут Владимир. Если кратко, я оплатил Андрею за наставник. Часто в течение трех месяцев стоимость 200 тысяч. Но до работы вообще не дошло. Ничего не было. Как только я перевел всю сумму, начался цирк со стороны Андрея. Он кидал реально жестко. Прям кидал его, устраивал просить за это слово. Это было в начале октября 2021 года. Как только я понял, что все это полный обман, спустя четыре дня я попросил Андрея вернуть мне деньги. На что он ответил, что вернет деньги в течение недели. Обещался честный человек. Пастор АХВГС. Как настоящий пастор АХВГС. На самом деле он ведет себя как истинный пастор. Как потомок вскормыш Благоева этого. Только Благоев, знаете, этот человек прожженный. Он просто с любовью, лицемерно с любовью плевал на людей. Это просто более глуп. Вернуть мне деньги. На что он ответил, что вернет деньги в течение недели. Но как вы понимаете, я их так и не получил в полном объеме. Андрей, мастер обмана, в этом не убился неоднократно. Почему я доверился ему? Потому что этот человек позиционировал себя как верующий пастор церкви. Как впоследствии узнал, что пастор вашей, товарищ Благоев, церкви. А вы епископ вообще. Как обязаны дать отчет и ответ за то, что происходит в вашей епархии. Раз уж вы стяжаете денежки с епархии и просите послушание себе, отчет вы должны дать. Я прошу вас повлиять на эту ситуацию и помочь вернуть деньги мне еще нескольким людям. Дмитрий Благоев отвечает подумавши. Дорогой Владимир, мне очень жаль слышать о произошедшем. Я просто... Какие-нибудь есть документы, подтверждающие ваши слова? Можете предоставить их, показать документы? Это все может быть ложь и вранье про Андрюшку Некрасовского. Как будто это вот... Ты знаете, новость прошла по всей стране в христианской среде. Документы там, ну какие-то, может быть, там предоставлены были в моих роликах документы, скрины, чеки, документы. Сам Андрюшка там говорит, да, я там, я, я брал у всех деньги, но я, понимаете, я как бы услуги оказывал, я, я там просто там, ну, знаете, вот это вот, когда я тебе говорю, знаете, какие услуги он оказывал? Я тебе говорю, дайте, вот приходи ко мне, я сделаю такие услуги тебе, дай 200 тысяч рублей, и я тебе за, за 10 дней буду сделать так, что ты станешь самый богатый. Ты будешь зарабатывать огромные деньги, доведу тебе до результата, обещаю, доведу тебя до результата. И ты приходишь ко мне на урок, я беру головку чеснока и затылок тебе натираю, вот, натер такой, ну все, ступай. И так 10 дней, потом 10 дней прошло, и ты говоришь, слушай, а где результат, где деньги? Подожди, а я оказывал услуги, я же натирал чесноком, да, мою натирка чесноком затылка твоего стоит 200 тысяч рублей, я натирал, я, к сожалению, не могу тебе дать. Ну, может быть, отдам чуть-чуть там, может быть, на 180 натер, 20 я отдам, обещаю. Вот те крест через годы, через расстояние, вот, песни мы не скажем, до свидания, вот, и все, и до свидания, и передайте ваш король наш пламенный привет. И это все, этот Благоев знает, и, вот, и, некрасофт говорит, да, я брал деньги, но я оказывал услуги, я на чесноком-то натирал затылок, вот. И этот говорит, можете подтверждение предоставить, и Володя пишет, скрими, переписки и чеки переводов, там переписки, понятно, говорит, давай деньги, я сделаю то-то, и то, там все, переписка, это как, знаете, это свидет диалог. Все это есть зафиксировано, что обещания, эти слова, и потом, да, чеки, чеки, переводы, говорит, все получилось, все нормально, работаем, все хорошо, и скрылся. То есть, нам вообще, даже полиция, такие, берет это, ну, как бы, принимает такие заявления, потому что факт налицо, каких-то действий. И, смотрите, есть скрин и переписки и чеки, и Дмитрий Благоев отвечает ему с уважением и с любовью. Наполнишь сердце благодати, милости и радости, любви и сострадания к людям, епископ Дмитрий Благоев отвечает, скринные переписки и переводы никак не могут быть документными, к сожалению, свидетельствующим о коммерческих взаимоотношениях, как насчет договоров, актов приема-передачи. Представляете, еще кто-то взял бы, например, там, один человек у него, там, просто, просто, не красот взял бы и выхватил у этого Володьки деньги и убежал бы. И такой, к сожалению, говорит, нет, есть договора, есть акты приема-передачи, ежели есть какие-то такие вещи, в смысле вообще, какие акты приема-передачи, мы христиане, Иисус говорит, что, а, ваше слово пусть будет как клятва, не надо клясться даже, пусть ваше да будет да, да, я, я, давай мне деньги, я сделаю то-то и то-то, доверю это и не сделал. Нужны, нужны договора, акты приема-передачи, вообще этот Благоев, и знаете, что дальше, и Володя ему говорит, что, ну нет у меня, вот это все, там достаточно, ребят, там достаточно, он говорит, и все, и больше ничего Дмитрий Благоев, Благоев не отвечал, ничего не отвечал Владимиру. Просто сплавил человека с любовью, с епископом, настоящей истиной, какая она есть в епископстве, в этом, настоящей епископской любовью. Вот таким образом, у них структура вообще, структура АХЛГС, это очень авторитарная структура, где я об этом говорил уже, где есть такое четкое послушание лидеру вообще, лидеру. И сам Благоев, он такой, знаете, он человек, который, который тоже проповедует быть послушными ему, но он сам говорит о том, что и он там кому-то подотчетен и кому-то послушен. Наверное, традиционно в церкви те люди, которые заботятся о пасторах поместных церквей, называется чуть-чуть по-другому. Кто-то их называет апостолами, это то, что слово, которое мы видим в Библии, от души попечителей церквей, ну, кто-то называет как-то по-другому. Ну, если вопрос о том, должен ли я, как человек, иметь кого-то в моей жизни, кому я духовно подотчетен, с кем я могу поделиться своими переживаниями, чувствами, который также имеет право задавать мне прямые, откровенные вопросы о моей личной жизни, о моих отношениях с Господом, о взаимоотношениях моей семьи, о том, как я отношусь с другим людям, чем я занимаюсь в церкви, то я не понимаю, почему пасторы должны быть исключением. Мы должны быть примером, а не исключением. Если мы ожидаем от наших людей, что, ну, от прихожан церкви, что они прислушиваются к нашему мнению, и оно для них значимо, я думаю, что мы в первую очередь сами должны подавать в этом пример и прислушиваться к мнению кого-то. Обязательно такой человек должен быть в нашей жизни, который имеет авторитет, права и полномочия, задавать самые неудобные вопросы и ожидать честные ответы. Право меня поправить, право меня поставить на место и даже право снять меня со служения, если мои поступки не соответствуют званию служителя. Но послушным епископ Дмитрий Благоев будет не вам, ребяточки, потому что вы пыдло, вы челядь, вы просто раболепная масса, вы биомасса, вы просто толпа. Вы должны приходить, заполнять здание, которое вы будете обеспечивать, чтобы оно существовало, отделять деньги и слушать раболепную деньги, чтобы Благоеву было хорошо, чтобы он кушал и отдыхал хорошо, и его семья также жили в достатке и нормально. Вот. И чтобы вы были послушны ему, чтобы ему просто он состоялся, как епископ, чтобы вы аплодировали, говорили, амен, амен, епископ. Вот вы нужны для этого слушать вас. Вы кто такие? Есть кто-то, может, один какой-то, которого вы не знаете, кому-то в тайне, как бы, может быть, как-то под отчетами послушен епископ Благоев, все остальные вы никто. А Иисус сказал по-другому, А Иисус сказал, кто церкви не послушает, тот тебе язычник и мытарь. А Иисус говорит, что если брат твой, ты видишь, что он грешит, обличи его, и брат должен тебя послушать, если не послушал, позови двоих, троих, чтобы послушал. И все мы братья, есть епископы, есть пресвитеры, есть мы все, мы все на одном уровне, мы все, но мы все братья. Не называйтесь наставниками, учителями, вы все братья. И Благоев, он тоже брат, его можно обличить, и он должен послушать. Бабушка Маша уборщица, может подойти и сказать, Благоев, ты не прав, ты лицемер дипломатичный, ты лжец просто, ты безответственен, ты просто убегаешь, ты просто тунеядствуешь, живешь за счет других людей, но роль епископа не выполняет, и он должен послушать. Он говорит, ты кто такая, иди отседай, у меня есть кто-то там один в кулуарах, кому я подойдем. Вы толпа, вы серая масса, вы челяди, вы черни просто. Это реально так, но он это так не говорит, как я, он говорит, что братья любимые, возлюбленные в Господе, а де-факто плюют, вот как было с Володей, отфутболили Володю, отфутболили меня, с любовью, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа, вот и все. Знаете, так Библия говорит, что у них вроде бы на устах какой-то елей, а это суть обнаженные мечи, и просто убивают людей, кидают людей, он мягко, с любовью. Благоев яркий представитель религиозной системы, служитель этого вала, Артемиды ФСК, вот таким образом. И знаете, ответственность Благоева, почему вообще, вот сегодня я хочу, почему Благоев не противостал злу в лице Некросовского, не заступился за обиженного, за оскорбленного, за затолкнутого, не осудил этого виновного, как Библия говорит, что настоящие священники, а мы все во Христе священники, должны что сделать? Должны неправого судить, правого оправдать, нерзость пред Господом, того, кто оправдывает нечестивого, вот, и делает виновным праведного. Почему Благоев вот такой, какой он есть? Извелилось из сердца моего слова Благоев, язык мой трость скорописца. Почитаем титул первого глава с пятого стиха. Для того я оставил тебя, пишет Павел, титул в крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я приказал тебе, есть пресвитеры. И в новом, знаете, слово пресвитера, пастырь или епископ, это синонимы одного и того же служения. И дальше продолжает, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказал, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорность, ибо епископ должен быть не порочен. А они там в глобальной стратегии придумали пирамиду, есть просто пастырь, пресвитеры, а есть епископ, это Благоев, который надо. Это вообще ересь, это вообще грех вообще, потому что епископ и пресвитеры пастырь, это одно и то же в новом завете. Они иерархию какую-то придумали. Епископ должен быть не порочен. Слушайте, если сейчас мы докажем, мы увидим, что Благоев порочен, должен ли быть Благоев епископом? Нет. Ну вот скажу, а вы кто такие, чели, толпа, черни? Меня снять может только кто-то там один вообще, которому я тоже отстегиваю, я же тоже десятину отдаю и отстегиваю. Со всей епархии деньги стегаются ко мне, каждая церквушка отделяет мне какую-то часть, я это все беру, аккумулирую и часть отдаю своему покровителю. И только я ему буду подотчетен вообще. Вы кто такие, скажет Благоев? И епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец Димка Благоев, который, знаете, мне говорят, почему ты так называешь Димка? А как называть мерзость, аммоницию? Как вот эта вот мерзость аммонитская? Вот мерзость пред Господом развратная. Как называть мерзость? Вот как называть? Я испытываю чувство сарказма, просто справедливого сарказма, и презрение просто. Обличаю Благоево, гнушаюсь даже одеждою, которая этой Благоевской, некрасовско-Благоевской плоти уосквернена. И епископ должен быть не корыстолюбец. Слушай, Благоев, стяжающий десятины, корыстолюбец вообще. Ублажающий себя. Епископ. Первые епископы, они работали на работах, и не получали вот этого десятины стяжаний, серпи вообще. Получали, как и все люди, дополнительное довольствие. Каждому давалось то, в чем ему нужду. Хорошо служившему могла, оказывается, двойная честь, так написано. Но все получали. И должен быть сторонолюбив, любящий добро, целомудрец, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учения, чтобы он силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Мы не видим разоблачения, обличения от Благоева, которое должно было обличать коростолюбца, нечестиства, лихаимца, некрасовского. Мы не видим этих вещей. И дальше продолжает Павел. Ибо много есть непокорных, пустословов, подобных Благоеву, и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста, ибо они развращают целые домы, учать ему не должно. И с постыдной корысти. Мотив этих людей. Мотив некрасовского. Мотив Благоева. Корысть в этом увидите. Корысть. Выгода, ребят. Вы это увидите сегодня. Из них же самих стихотворец сказал, критяне всегда лжицы, злые звери, утробы, ленивые. Свидетельство это справедливо. Знаете, что справедливо? Что эти религиозные лидеры, он говорит Павел Титу, нужно найти пастырей, присвитерных, епископов, чтобы они были люди, эти епископы. Но там много различных людей, которые пытаются быть лидерами, пытаются влезть в религиозную элиту, так называемые, быть лидерами, так называемые. Но эти люди лжицы, злые звери. Слово звери это чудовище, это животное, дикое животное. Павел говорит, что это от Духа Божия, это справедливо, это правильно. Называть этих людей животными, когда некрасовский волк, шакау в овечьей шкуре и благоев тоже, волчара, волк. Животное. Это, ребят, это не грех. Это злый зверь, утробы, ленивый. Благоев не хочет пойти работать, работать на рудники, на шахту. Не хочет в КФС пойти работать. Не хочет, он хочет стержать гететин и быть епископом. А ответственность не собирается. Я же благоев, он говорит. Средства это справедливо по этой причине, обличая их строго. Что мне делать с благоевым? Обличать строго, категорично, в греческом языке резко. Дабы они были здравы в вере. Больные люди в вере, благоевы различные. И теперь смотрите, что говорит Священное Писание. О Второзаконе 1.16. И дал я поверение судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братья ваших и судите справедливо. Сегодня епископ, одна его функция, как и мы все, да, но он в большей степени должен судить, разбирать дела людей. Он более духовным должен быть. И нужно выслушивать братьев, судить, как брата с братом, так и пришельца его. Просто человек, даже не верующий, пришел, пожалуйста, нужно судить, выслушать. Это даже не слушает. Это даже не читает. Андрей Владимиру говорит. Какое имя? А вы о ком мне говорит? Там все было сказано про имя. Человек даже не выслушает, не вникает. Человек быстрее отфутболит тебя. Быстрее отыграться вообще. И не судит, не выслушивает, не судит справедливо. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого. Вот если бы благо его написал бы Ряховский, а ХВЕ ГС входит в структуру РосХВЕ, где как раз-таки Ряховский, то сразу бы он выслушивал. Да, Сергей Васильевич, да, Сергей Васильевич, здравствуйте, чего вы хотели? Вот. Не бойтесь лица человеческого. Он говорит, суд дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводить до меня, я выслушаю его. Суд дело Божье. И мы видим, что благоев не делает дело Божьего. Он противится Божьему делу, не судя, не честився Некрасовского, не вынося справедливый суд в адрес обиженных им, не восполняя потери, не применяя рычаги, чтобы все это было восполнено и устранено. Он этого не делает. Более того, не признает своих ошибок. Говорит, это он проворонил. Он, как епископ, допустил это. Его ставленник, его это исчадие кинуло людей. И он ответственен вообще, этот благою. Но он этого не хочет признавать. И если, в трансфаконе 17 глава 8, если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то встань и скажи, это не моя юрисдикция, это не наша компетенция, это коммерческие отношения между гражданами. То встань, пойди на место, которое изберет Господь, и приди к священникам, левитам и к суде, которые будут в те дни. А любят они называть себя священнослужением, священник, левит. Мы левиты, мы получаем десятину, благое его любят. Но вы и судьи-то должны быть. Суде, которые будут в те дни, спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону. Должен судить на основании Писания. Суть не в судье, не в священнике, а в Писании. По закону, по которому научат тебя, по определению, как они скажут тебе, в соответствии с Словом Божьим. Поступи, не уклоняясь ни направо, ни налево, что они скажут тебе, сделай. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего на служении пред Господом. И суть не в священнике, а в слове, которое принес священник, тот должен быть, должен умереть. Иисус говорит в Иоанна 7, 24, не судите по наружности, но судите судом праведным. Судите, говорит Иисус. И мы видим человека, благоего Дмитриева, который должен судить вообще, который должен рассудить между братом и братом, между человеком и человеком, который не судит просто, отсылает просто этих лишенных, какие-то предоставить надо ему акты приема передачи, а ты предоставил, говорит, акт приема передачи, заверенный нотариусом нужен будет. И не только нотариусом, но и юристом нашей церкви. Так что, ну, он любые поводы, знаете, находит просто поводы. Повод, чтобы отфутболить. Как Иисуса распинали, нашли повод, искали повод, чтобы его распять. Так этот человек просто хочет отфутболить тебя, но ищет повода. Не судите судом, судите по наружности, но судите судом праведным, судите. В 1 Коринам 5, 12, 13 сказано, что «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас, некрасовского лихаимца. Этого стяжать нужно и свернуть, выгнуть, не сообщаться, не есть мести вообще». Так говорит Писание, замените частицам. Нет же он там с ними, почему, по какой-то причине он с ними все хорошо. И внутренних нужно судить, внешних не суди. Не веруешь, что тебе их судить? Внутренне нужно судить нам всем. 1 Коринам 6 глава, 1 стиха. «Как смей, то у вас имеет дело с другим судиться у нечестивых, а не у святых». Мы должны у святых судиться. Приходят люди, «Святой Дмитрий Благоев, можно судиться у вас? Вы же святой, вы же отделенный особенный, вы же епископ, вы же просто, я не знаю, вы вау, кто? Помазание Господень». И дальше. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела?» Знаете, после пришествия Господня мы сядем судить. Верующие будут судить весь мир. Мы будем судить. А сегодня орут. «Не судите!» Неправильно понимая слова Иисуса. «Не осуждайте!» «Не судите!» «Пускай один другого бьет, убивает, кидает на деньги». Ничего. Это не наше дело. «Не судите!» А вот попробуй на Благоева наехать, сказать, то Благоев сошрет тебя просто. Потому что не судить можно, ну как бы, все должны судить, кроме вот когда на него, когда на него наехать, то это человек, ну, засудить, загнать, загнобить. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляйте судьями своими ничего не значащих в церкви. И вот приходит к чего-то значащему в церкви, к Благоеву, руководителю АХВГС, который поставил вот этого вот, с его позволения был поставлен этот Некрасовский. И просят люди суда у него, и все. Отдыхайте, короче. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Итак, мы должны рассудить. Суд должен быть, и Благоев должен быть первым, должен рассудить, собрать всех, и заставить нечестивца, Некрасовского все отдать, обличать, угорячь, чтобы покаялся. Нет же, он этого не делает. Матфея 23, 23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, ли актеры, и хюпокритес, греческое слово, актеры, вот эти все, Благоевы. Что даете десятину, Благоевы? Смятые они, Саидмина оставили важнейшее в законе. Десятина, это продуктовый налог, смятые они, Саидмина, с денег не отдавалось. И евреи первого века отдавали десятину в храм, безусловно, и христиане первого века, которые продолжают соблюдать в Иерусалиме, евреи, соблюдать закон Моисея, они отдавали десятину в храм, а не Петру, не Павлу. Церковь не брала десятину, и это был продуктовый налог, как раз таки. Иисус говорит, что, но вы оставили важнейшее в законе, этот лицемер, благоев, он отдает десятину, он берет, самое главное, он берет десятину. Он говорит, что я жив благодаря десятине, вот я верю в десятину, но ты жив не потому, что ты даешь десятину, а потому, что ты берешь. Люди продолжают немножко нищенствовать, быть бедными, отдавая благоеву десятину, вот, но они же благоев не берут десятину, они отдают тебе. Ты же отдавая, я говорю, отдаю, ты стяжаешь, и жив благодаря десятине, но не той, которую ты отдаешь, а той, которую ты берешь постоянно берешь постоянно стяжай это оставили важнейшее в законе суд милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять, что оставили суд, благое оставило важнейшее суд, рассудить, он плевал на закон Божий, на слово Божье он пошел десятину, даже не отдавать а стяжать, стяжать езеки 22.6, вот начальствующий у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь у тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя начальствующие виноваты, обиду кто виноват в том, что обида в АХВ и ГС, что человек там пастор, кинул людей, они ему доверились кто? начальствующие благое виноваты у него делают обиду среди тебя, ты не противостоял в благое, в ты не вмешался епископ, получающий зарплату и стяжающий деньги, сиротой кто притесняет у тебя, Исайя 10.1, горе тем, которые постановляют несправедливый закон и пишут жестокие решения пишет благое, жестокие решения знаете, с милым сердцем к сожалению, если нет актов перьема и передачи, к сожалению с Рождеством вас, мы не можем вам помочь к сожалению я не могу с вами разговаривать больше не могу, к сожалению понимаете, с такой, с крокодиловыми слезами человек просто жестоко короче, говорит, отдыхай, пошел прочь Вова как там тебе, Андрей, Вова, иди отсюда без разницы, Вася, ты, Вася, гуляй или кто там, ты мне плевать но он так делал, камуфлирует все это с любовью жестокие решения а в чем решение? чтобы устранить бедных от правосудия Володя, бедный, который лишен был обратился к Благоеву и устранен был от правосудия жестоким решением закамуфлирован в лицемерие дипломатичное лицемерие любви Благоева и похитить права у малосильных из народа моего похищены права у людей в смысле, меня кинули, люди приходят это не наша ездикция жестокое решение в смысле, не твоя вообще в смысле, ты не можешь рычаги применить, что ли взять за шкирку этого некрасовского да можешь но почему-то не хочешь Благоев чтобы вдов сделать добычу и ограбить сирот Исайя 1.23 князья твои, законопреступники, сообщники воров все они любят подарки и гоняются за мздою не защищают сироты и дело вдовы не доходит до них а вот здесь причина всего этого и этот стих давайте с конца к началу знаете, есть хронология сначала первое, потом второе, третье, четвертое рассмотрим четвертое, последнего, с итогового дело вдовы не доходит люди не разбирают дел не защищают сироты подобно благою не защищают лишенного почему? да потому что гоняются приходим к третьему, к высшему за мздою все очень просто мздоимец Благоев епископ Благоев мздоимец мзду возлюбил десятины деньги какую мзду он возлюбил скажешь, в смысле какую мзду возлюбил Благоев почему Благоев видя до этого инфоцыганство это было невооруженным глазом видно что инфоцыганством знаешь, мошенничеством занимается публично он просто делал публично это а Некрасовский публично распространял эти вещи завербовал людей кидал на деньги и это все было должно было не пройти мимо мимо Благоева и почему Благоев молчал и сейчас молчит и сейчас Некрасовский опять начинает эту машину инфоцыганства и Благоев опять молчит и все хорошо почему это происходит О, я очень богатый человек люди разные люди мерят богатство по-разному обычно это слово ассоциируется с деньгами люблю я очень богатый человек что касается денег ну я считаю что мы неплохо обеспечены я также знаю что если сегодня а вот мы находимся на этом уровне если будем верны дальше Господу наша семья то он еще больше нас обеспечит и благословит я вижу богатство материальное богатство как потрясающие возможности знаю несколько людей которые были верными долгие годы в десятинах приношениях сейчас Бог на самом деле их благословит у Дмитрия Благоева есть определенный достаток который зависит непосредственно от вливаний денег от десятин пожертвований если люди будут много зарабатывать то больше достанется благою и непосредственно его благосостояние зависит от того сколько ему жертвуется и дело в том что когда Некроссовский обувал людей на деньги Некроссовский по моим вот узкий круг около там может быть двадцати человек которых я знаю из потерпевших двадцать человек всего я знаю там сумма где-то может быть три с половиной миллиона это вот мы подсчитывали там где-то сумма ну более трех миллионов вот и теперь посмотрите внимательно Некроссовский будучи адептом он всегда был послушен там пастору там и так далее и у них там в АХВЕГС есть десятина и Некроссовский всегда отстегивал ведет девочку в кредит по тридцать девять процентов получит двести тысяч раскинул ее и что делал и десятинку конечно же отдавал безусловно выгодно было благоеву иметь ему выгодно иметь таких как Некроссовский потому что больше пожертвований поэтому это лично его шкурный интерес почему он ну как бы не вступался не защищал сироты и вдовы потому что гонялся за мздою просто я не думаю что благоев знал там конкретно там участвовали не вместе давай кинем их там вместе с Некроссовским нет ну при его попустительстве при его просто шторах он надел шторы при его просто просто мзда дороже корысть дороже всего корыстолюбец благоев ему выгодно просто понимаете ему нужны власть авторитет аплодисменты слава и деньги вот что ему нужно но он ни за что не отвечает гоняется за мздою все они любят подарки подарки и они сообщники воров благоев сообщник Некроссовского даже прекрасно приветствующий Некроссовского в Библии участвует в злых делах его а этот защищает его благоев сообщник он покрывает Некроссовский он сообщник он подельник вообще этого. Под прикрытием действовал Некрасовский. И сейчас продолжает разворачивать машину инфо-цыганцев под прикрытием Благоева. Некрасовский под прикрытием Благоева. Под прикрытием, под покровительством Благоева этот пастор Некрасовский людей вовлек, что они отдали деньги ему пастору, а ХГВ ГЭС. Прикрытие было страны Благоева и Благоев сообщник вора. Сообщник вора и вор. Да, косовый, но вор и должен нести ответственность. Князья твои законопреступники сообщники воров. И вопрос, а почему почему до такого докатился этот Благоев, что он не заступается за людей, что он сообщник воров, гоняется за мздой, устижает десятину. Да потому, что он законопреступник. Да потому, что эти лицемерные существа, и прости за это слово, но это помните мы, я цитировал вам Павла, кто говорит, что это свидетельство справедливо, что это злые звери, вот эти животные, чудовища, дикие звери, ленивые утробы просто, они вот все эти существа, они, почему вот такие вот, они прикрыты лицемерной вот такой мантией, лицемерия с Господом, благословением, с Рождеством вас, люди добрые, иди, питайся, грейся. А сами законопреступники, эти люди, не живущие по слову Бога, в тайне грешащие, живущие в тайных, нераскаянных грехах, ребята, вот очень просто. Благоевская жизнь, там в тайне, она во грехах и беззаконии, я не знаю, что это, порнография, что-то, и что еще там этого, может, благоев, я не знаю, что это, кидательство на денег, воровство денег, церковных, и я не знаю, что это. Но я вижу плоды, по плодам узнают их. Вот таким образом. Вот так вот, друзья, вот такая вот история, и мы видим, что тот, кто должен дать отчет и ответ Дмитрий Благослов сказал, идите вы все далеко, ребят, плевал я на вас, никакого отчета я перед вами давать не буду, а вот стяжать вас, а вот подчинять тебе я вас всех буду, потому что я епископ. Ребят, я не знаю, если вы этого всего не видите, то то это, то это, я не знаю, что дальше делать. Поэтому Иисус Христос умер на кресте, он искупил вас всех драгоценную своей кровью, выкупил драгоценную своей кровью, чтобы вы ему принадлежали. Иисус умер на кресте, забрал ваши все грехи, наши грехи был погребен и воскрес из мертвых для оправдания нашего. Иисус Господь, и Господу Иисусу очень не нравится. Это мерзость, которая творится в церкви, и в церкви АХГВГС, это позиция этого пологоего, лукавого человека, лукавого существа, простите за это громкое истинное слово, ему не нравится. Иисус против всего этого. Иисус брал бичи у таких вот торговцев, простых даже торговцев, бизнесменов из храма выгонял. Не тем ли паче корыстолюбца, пологоего и мошенника, и инфо-цыгана Некрасовского. Иисус против этого. Поймите, друзья, всем благословения, всех обнимаю, время изучать Библию, пишите ваши комментарии. С Богом!